Всем здарова, с вами на этом мы продолжаем проходить Little Hope. И в прошлой серии мы лишились одного члена нашей команды под названием Тейлор. Потому что у нас в прошлой серии был один такой выбор каверзный, типа спасти Дэниела или спасти Тейлор. Такой жесткий очень выбор был, и мы выбрали спасти Дэниела. Дэниел сейчас где-то со своим демоном бегает, там борется с ним. Но у меня еще один вопрос назрел с момента записи прошлой серии. А именно, а куда подевался демон Анжелы? Потому что Анжела нас в прошлой серии нагнала, мы все вроде бы воссоединились, но ненадолго, по крайней мере до тех пор, пока Тейлор не прибили. И за Дэниелом не стала гоняться та хуэрга. В общем-то, надо нам сейчас найти, опять же, как в прошлых сериях было то, что водитель автобуса, хер пойми где он, и мы уже за двойника этого Эндрю. Эндрю! Эй! Ребята! А ты где? Я наверху! Ты уже оторвался так близко? Ой, так быстро! Не только я теперь похожа на мокрую курицу. Давай, залезай. Я не понял, то ли он запиздил эту скотину, то ли... А она за ним идет, да? А-а-а! А вот и эта срань вернулась, про которую мы уже забыли, которую преследовала Анжелу. Чё, кто-нибудь из вас что? Видел? Нет. Ничего я не видел. Так, давайте посмотрим под капоткой. Может, что под капотом будет? Э-э-э, какой-то знак солнца. Найден секрет. Э-э-э, старая машина со знаком-символом солнца на капоте. На амулете солнца найдено на кладбище, это был такой же символ. Как и на капоте машины. Машина. Окей, ну в принципе, в принципе, как я в прошлой серии говорил, то, что мы довольно-таки много секретов понаходили. Где-то, ну где-то дофига. А, не-не-не-не-не, немного я преувеличил то, что дофига, но... Но где-то уже, где-то уже половина или даже больше мы нашли секретов. Ладно, нашли машину с этим знаком, но я не понимаю, что это вообще все означает. Хотя, хотя, стоп, стоп, мы уже в самом начале видели... Да, мы видели негра, который... Да, точно, точно. Который стоял на похоронах, у него был знак солнца. И это вроде бы его машина, если я ничего не путаю. Но машина, можно так сказать, нормально. Подрестовать, подкрасить, и будет как новенькая. Давай, зажимаем, открываем. И гори в аду. Заебись, тут послание на свободе. Вчера Г. Кларк покинул полицейский участок Литл Хоп. Дело отстрашен пожаре в доме семьи, Кларк закрыто. На глазах свидетеля Энтони Кларка, действовавший в огне, отпущен полиции. Четверг, полдень. Бедный мальчик, наверняка он сейчас словно в аду. Высказался один из наблюдателей. Корреспондент Хэрлорд обратился к ГНУ Кларку за комментарием. Однако он не какого-то хера. Обвинили Кларка, обнаружил он на месте происшествия с коробком спичек в руках в поджоге, когда Кларк выходил из здания полицейского участка Литл Хоп. Было слышно, как некоторые прохожие кричали ему, гори в аду. Стоп! То есть, получается, это всё было в реальности. И этот наш Энтони, Эндрю, точнее. Это вот этот наш Кларк, который... Так, блядь, ты где Энтони? Так, это Джон. Это Дэн... А, вот Энтони. То есть, Энтони, получается, не сдох. То есть, получается, это не просто какой-то сон, а это всё действительно было. Да, блин, знаю, знаю то, что мне игра уже тут намекает хрэ стоять на мне. Я же тебя вижу, сука такая. Я тебя срань такая вижу. И да, в прошлой серии мы с помощью нашего двойника, с помощью двойника вот этого Эндрю, пожаловались в суде, то что, возможно, возможно, девочка не совсем-то и виновна. Возможно, всё делает священник. Да иду я, иду, хватит мне намекать на это, а. Только я решил чуть-чуть постоять, так игра мне сразу же намекнула. Да, я тоже её вижу. Так игра мне сразу же намекает то, что, блин, хер гля, ты стоишь на месте. Не время стоять. Курс изменён. Девочку видели на заднем дворе разрушенного дома. Стоп, а мы, получается, сейчас не в свой же дом придём? А то, мало ли, меня уже этот скример не пугает, мне на него уже тупо насрать. Ну так изгони себя, а хули ты тут делаешь. Жозеф, отрекаешься ли ты от дьявола и его учений? Нет на мне греха. Я не это дьявола. Город осквернён безумием, пронесённым слугой сатаны. Мэри! Надо помешать им. Так, напасть на Мэри. Напасть на Мэри, нахуй! Из-иди! Во-во-во-во-во! Курс изменён. Группа попытался добрать куклу Мэри, но та сопротивлялась. Сука, Карвер, ты ебаный! Уведь ты это, сука! Тварь ты ёбаная! А? А, как бедное дитя страдает! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не-не-не-не-не. Кэти к Мэри, к Мэри иди, сука. Да прибейте вы этого ёбаного священника. Ох, я, кажись, понимаю, кто нас будет в этой серии преследовать. Блядь. Но я уверен, что если бы мы... Любое из наших действий, и он бы сдох. Потому что... Подбежали бы мы, начали помогать, там, спихнуть вот эти камни такие. Этот бы... Пидорас, священник такой. А, блин, ну... Ему пытаются помочь. Да, и теперь он, блин, тут же самое... Вот Мэри страдает. Мне кажется, то, что нихера бы не изменилось. Нам конец. Из этого кошмара не выбраться. У нас мало времени. Для чего? Для подготовки. Ёбаный твой рот, это что такое? Джоу, что вы делаете? Мне не скрыться от этой твари. Вы видели, что было с Тейлор? Со мной такого не случится. Свихнулись? Надо валить. Так, Анжела, к вам там тоже подступают. Так, досады, я ждать не буду. Заберение скорее. Не-не, я ждать не буду. Джон, скорей! Да-да-да, скорей давай. Скорей, зебаж по этой суке. И все, курс изменен. Жанжела попросила Джона поторопиться при встрече с демонами у разрушенного дома. Давай, давай, Джон, быстрее! Зебани по этой скотине! Давай, урод, я готов! Давай, давай! Давай! Опа, блядь! Получай нахуй! Мы в прошлой серии отпиздили эту тварь! Вот это я понимаю, чисто файт с демонами! Как экзорцисты просто не изгонять демонов, отпиздят их нахуй! Давай! Блядь! Тихо! Анжела от тебя бегала, хуй пойми сколько теперь, ты не дождешься, чтобы она просто взяла и... Так, давай, давай, давай! Сука! Пошла нахуй! Не-не-не-не, Анжела, Анжела, Анжела! Я, блядь, приготовил на всякий случай читерный палец! Оба! Просто зебашим демонов направо и налево! Что за Дэниела мы просто хуйнули того черта по башке? То... Такс, а ну-кася, а ну-кася! А их убить-то вообще можно? Вот именно! Вот это я понимаю! Нарвался гонду... Такс, помочь, 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 помочь! Анжела же не зря, блядь, столько времени! Такс, давай, 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 давай! Сука! Получай, мразь такая, блядь! Не дадим наших в обиду! Ебать, как стрёмно эта хуетень передвигается! Курс изменён! Давай! Да, блядь, курс изменён! Давай, покажи мне! Анжела вырвалась из объятий демона! Хоть мы и Тейлор помочь не смогли, потому что у нас там был выбор! Или, или! Но! Блядь! Э-э-э! Э-э! Я думал то, что Эндрю там схватило! Такс, ану-кась! Ану-кась! Пшло нахуй! Зисус Спарта, как говорится! Ты, ёбаный, твой рот, а! Так! Эй! Ану-кась! Ёбни по этому демону! Вот! Вот это я понимаю, блин, бодрячком просто! Хоть сейчас и 4 утра, но бодрячком идёт серия... Да, блядь, забегите! Да, бежим! Бежим! Так, героин, страх, помогите! Э-э, оставьте меня! Так, курс измена! Джон сказал Эндрю, оставьте его, когда демон стал случаться в дверь! А хули это Джон не смог, блядь, тоже побежать, а? Хули это за героин? Может мне промолчать надо было? Давай, давай, блядь! Принимай решение, блядь, бежать! Нет, 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 это... Не исчез нихуя! Я больше не вижу! Он не исчез! Нет, беги оттуда нахуй! Не надо! А сейчас-то мы где очутились? Я не верю в то, что, блин, так быстро этот гондон от него просто взял и отстал! Подумаешь, тут везде всё не так. Ну да, ну да. Эндрю, разрушенный дом. 4,59, 28 мая. Стоп, а это не тот ли дом, в котором сам начальник сгорел? Ну-ка, пошли-ка, сейчас всё посмотрим. О, открыточка! Что нас тут будет ожидать? Ну-ка, какая-то ведьма куда-то летит. Стоп, что? Мне чё-то кажется, что уже эти зерят другую игру. Верёвка. Найдена в полный круг. Ну да, мне кажется, что это уже другая игра. Потому что какая-то бобень в... Я не знаю, в скалолазном снаряжении. О, блядь, а чё это за новое видение-то? Скрушённое молчание. А, это что сейчас бы было, если бы мы не помогли Джону, да? Там как раз чел изображён, которого грузилами давят. Тоже самый призрак... Ой, точнее, демона нашего Джона придавили. Блин, ну это капец был файт. Просто, типа, хуяк-хуяк против этих демонов. Не, то в обычном фильмах ужасов либо бегут... Хули ты зыришь? Ну, я не думаю то, что так груз изменён. Девочку снова видели в доме, когда она поднималась по лестнице. Но я не думаю то, что... Вот как я говорил, то, что... Если бы мы подошли, помогли, или вот то, что мы сделали с девушкой, то есть попытались однять куклу, что-то изменило бы, но мне кажется то, что... Карвер бы это и так, и так исказил, так что... Так что всё равно священник-пидорас тот ещё. Ну это да, сто процентов это тот дом. Ладно, пошли тогда. Стоп, а не, мы немного не в ту сторону пошли. Я уже забыл то, что с той стороны мы вышли. Так, что там нету? Но на удивление, это демон как-то сразу... Сразу отстал. Что довольно-таки подозрительно. Своевеременное руководство по успешному воспитанию. Первый Андерсон Форгель. Стоп, публичин. Окей. Руководство по воспитанию. Может быть у нас свои дети? Ничего такого бы не было! Стоп, возможно, к Эндрю сейчас возвращается память. Родители недовольны и бла-бла-бла-бла-бла. Подобное благобалование ребёнка может иметь серьёзные последствия. Дети становятся требовательными и непослушными. Родители подавляют злость, вызванную неповедением их ребёнка. Но рано или поздно вырываются, пугая и избивая его с толку. Родители чувствуют себя виновными и не знают, что делать. Запускают новый цикл плохого поведения. Проблема заключается в родителях, которые пытаются бла-бла-бла. Всплеск эмоций может решить проблему временно. Но главная опасность заключается в том, что происходит после родителей. Блин, ну тут очень-очень много текста. Так что я думаю, то, что на паузе можно было посчитать. Да и я думаю, то, что во время монтажа я это почитаю. Установка границ. Родители должны установить границы, поскольку ребёнок на самом деле предпочитает, чтобы его родители были твёрдыми при условии, что они также справедливы. Это важна подготовка к общению с другими людьми. Без этого ребёнок верит, что весь мир будет потакать его требованиям и истерикам. Такие избалованные дети часто бывают шокированы реальным миром и не могут вынести ситуацию, когда их капризы никому не интересны. Им приходится выбирать между отсутствием друзей, либо непростым обучением к тому, как общаться с другими людьми. Охерительное чтиво, да. Но учитывая, если это дом, в котором были мы и воспитывалось вот это вот мы... Блядь, ну... Ой, ё-моё. От одного говна оторвались и в другое тоже приползло. Там оно ничего не ползёт? Не, оно уже проползло. Ладно, ладушки... Так, стоп, осмотреть, что тут? Что тут? Стоп, мы можем сейчас увидеть фотографию, и к Эндрю вернётся его память. Джеймс и Анна. Найден секрет. Свадебная фотография Джеймса и Анны. Джеймс работал на фабрике. Мне интересно, сейчас у Эндрю будет память возвращаться или нет? Но с этим я не могу не согласиться. Хорошо. Стоп, а куда нам сейчас идти-то? Мы тут стоягим, забрикодировавшись, и что? Посмотреть. Стоп! Стоп! Как раз это... Как раз это хуйня. Да, 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 вот это вот колесо. Мы сейчас будем уходить, и скример... Не, скримера не было. Потому что был бы очень ожидаем, если был бы какой-то скример сейчас. Но нам надо найти лестницу ещё на второй этаж. Так, сюда мы зайти не можем. А, блядь, я уже забыл то, что ты тут. Я немного неожиданности чуть бы не охерел. Берём и смахиваем. Какой-то бабайка преследует девочку, которая с куклой. Детский рисунок. Им всё равно. Возможно, что-то преследовало как раз-таки Мэри. Я вот просто и не знаю, я мячусь, типа, от теории то, что Мэри такая срань, и во всём она виновата. Либо... Либо виноват священник, либо что-то третье. А что третье, я вообще не понимаю. Давай, открываем. Ну, по идее, сейчас Эндрю должен что-то... Да, он... Блядь. Уяснить. Либо к нему должна вернуться память. Но я вижу там ключи. Найден секрет. Станки старых напольных часов. Внутри спрятан старый ключ. Стоп, а можно... А можно взять этот ключ? Давай, возьми... Возьми ключ. Эндрю, ключ возьми. Видимо, ключ ему не особо нравится, чтобы он взял его. Ладно. Ладно, пошли. Так, мы можем сейчас подняться наверх. Можем пройти... А, нет, сюда мы не можем. Ладно. Мы ещё можем просто подняться наверх. Так, а что тут у нас может быть? Тут у нас может быть записка. В которой говорится... Хер пойми что, да? Письмо преподобного Карлсона сентября 71-го. Преподобный Леонард Карлсон, церковь Святого Давида, 9 сентября 1971 года. Дорогая Анна, спасибо тебе за твоё письмо о Меган. Я понимаю твоё беспокойство и хочу уверить тебе, что строптивое поведение твоей дочери отнюдь не редкость. Я уже помогала родителям с похожими проблемами. И с радостью предоставляю Мегану на радостный ориентир. В послании к евреям 2.11 говорится, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после научного него доставляет мирный плод праведливости. Подойди ко мне после службы в воскресенье, мы подберём время для личных наставлений. Преподобный Карлсон. Я не понял, а типа вот этот священник, либо это уже его дед или прадед. Я, точнее, ну наоборот, то есть это потомок того священника из 17 века. Но скорее всего мне кажется, что тот священник давным-давно бы сдох, и это его потомок. Но, соответственно, по внешности как-то слишком уж подозрительно похоже осмотреть. Ну и что же тут? Я пока нихера не вижу. Я вижу какой-то столб, какую-то хуйню. Ладно. Скримак, давай! А, это ещё хуйтень преследует Дэниела. Видимо, кто-то не заходил... Нет, не насадил ещё на шампур Дэниела. А, я, кстати, и не заметил то, что эта херь проткнута вот этими вот колями из огряды. Я думал то, что там просто какой-то арматурой эта туша проткнута, но... Видимо, видимо, нет. Ладно, вроде бы мы тут всё осмотрели, вообще всё, что возможно. И... И вроде бы так, открыть... Иди нахуй открыть! Иди нахуй! Там была эта поебень, и я не собираюсь это открывать. Давай, поднимаюсь тогда наверх. Слышишь? Да. Это девочка. Надо найти её. Фух, я бы не хотел Джона и Дэниела оставлять одних, потому что будет такой же выбор. Кого спасти? И будет уже реально сложно, потому что Джон уже такой человек в возрасте. У него много опыта. Учитель истории вроде бы даже. Или... Почему он там учитель? Я пытаюсь понять, что за... Ну нахуя, а? Меня уже не берёт этот скример, мне просто на него срать. Нет, стоп. Ты спасёшь меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью божий, Литл Хоуп восторжествует. Ща нашего двойника прибьют. Суд был спешно создан, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Ой, блядь, какие доказательства? Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты дитятей, её личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили её сородичей. Всё не так, лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаныны не смеет обвинить меня, слугу божьего в злодействии! Я вот сейчас не знаю, где сли будет. Не верь этому вранью. Она ребёнок, но на уме у неё одно зло. Та ещё дрянь. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Блядь, я не хочу просто ей помогать. И в час великой нужды, сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу о помощи! Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Она оставит меня на путь. Так, озабочен, что ты не так с этим Гордом. Карвер злодей. Блядь, Карвер злодей нахуй! Надо помешать им! Этот суд какой-то чудовищный фарс. Карвер, вот кто злодей. Да, потому что Карвер направо и налево, блядь, всех обвинял. Узреть истину сумела лишь Мэри. Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи. Во всём повинен он. Тебе не обмануть нас более. Твой умысел ясен как динь. Карвер, казните, блядь. Так, чтобы нам сейчас позаветовать. Настойчивость, ты должен остановить Карвера. Уничтожь проклятую куклу. Ты должен... Так, проклятая кукла, Карвер, блядь, настойчивость. Курс изменён. Эндрю сказал Авраму, что преподобный Карвер был настоящим источником зла Литл Хоп. Да, потому что Карвер, блядь, всех обвинял направо и налево. Мэри, возможно, сама не понимала, что происходит. Да, а вот судя ещё по началу, типа, где Карвер такой, ты ублажишь меня ещё что-то, где мы помогли Мэри. И, скорее всего, это Карвер просто ей манипулировал. Потому что, как ещё нам Дидан подсказывал то, что она всего лишь дитя. И тут у меня, блин, немного, по пазлу чуть-чуть, но всё-таки сходится. Ух, блядь, я надеюсь, что этого Карвера, ёбаного, прибьют. Я уже просто, я не могу без мата. Фух, ладно. Лишь бы нашего двойника не ёбнули. Стоять! Что здесь за бесчинство? Такая-то такая-то хуйня, я видел, как он дрочит. То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Ну что, Гондон? Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Ну что, Гондон, ты рад? Да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как способен слуга Божий сотворить такое? Мэри, твои мучения кончены. Можешь идти. Потому что, если бы казнили Мэри, он потом казнил ещё кого-то, ещё, ещё, ещё. Ой, блядь, по-по-по-пикай, по-по-пили-ка ещё, блядь, тут. Ага-ага-ага. Давай-давай, потяг-ка ещё, курс изменён. Эндрю убедил своего двойника выступить в защиту Мэри и обвинить преподобного. Да, потому что, вот если это не Карвер, злодей, а Мэри, я вообще охуею просто. Если это мелкое, настолько продуманно всеми манипулировало, но... Блядь. У меня ещё просто нету слов. Если Карвер казнят и всё прекратится, я такой... Ну, как говорится, всё же было довольно-таки очевидно, да? Ладно. Без тебя я была бы мертва. Ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. Мэри, а теперь давай-ка нам помоги. Ох, блядь. А, видимо, Эндрю вспомнил то, что Энн... Он в самом начале не спас её, да. У нас в самом начале был выбор, типа, спасти Танюху или спасти эту мелкую. Блин, я... Просто не знал, я думал, блин, то, что... Эээ... Она во всём вина. И такой, нахуй тебя спасать. Ты защитил ребёнка и был прав насчёт священника. Это он настоящий злодей. Пойдём отсюда. Но мне интересно, сейчас всё прекратится или что? Что произошло? Видели её, Мэри? Весь пиздец закончился, можно так сказать. По крайней мере, я надеюсь. Кошмар. Наконец подошёл к концу. Я очень надеюсь. Потому что это будет пиздец, если эти твари нас продолжат преследовать. Курс изменён. Ну, чего подвисло-то? Джон пережил ночь. Хух, блядь, слава богу, это всё говно закончилось. Курс изменён. Да, но Тейлор, к сожалению, её не пережила. Вот, Тейлор, нам пришлось попрощаться в прошлой серии, потому что... Блин, вот можно было бы, если бы как-то иначе, вот вообще всех спасти, было бы вообще крутотень. Я не понимаю, кстати, где водитель автобуса. О, здорово, шоколадный. Мне жаль. Знаю, ты не виноват. Стоп, а сейчас уже, возможно, объясни... А-а-а, блядь! Это и здесь тот негр, что ли? В полумиле отсюда есть закусочная с рабочим телефоном. Вызови помощь и уезжай отсюда. Стоп, я не понял, а ты есть тот негр, либо это его отец? Тебе тут нечего делать. Но ещё один вопрос. А где водитель автобуса? У нас же было введение с водителем автобуса. Какого хуя? О, новенькая закусочная, всё работает. И, кстати, отсюда же начало игры было, где... Да, водитель автобуса отсюда отъезжал. Из-за меня вам столько пришлось вы... Да ладно, Эндрю, не из-за тебя. У нас у всех была тяжёлая ночь. Особенно у вас. Это со мной до конца. Ты здесь не один. Не надо себя видеть прошлое через... Ты же знаешь, да. Мы выбрались из этой дыржи. Чего? Что? Что? Не понял. Только жаль, что не все выжили. Стоп, блядь, что? Стоп, какого... То есть, получается то, что... Эндрю, это и был тот водитель? Всё нормально? Вас ничего не беспокоит? Всё нормально. Просто хочу довезти своих пассажиров. Стоп, а в автобусе никого не было? Вряд ли их потревожит небольшая задержка. То есть, Эндрю тронулся умом? А тогда какой смысл был то, что мы спасли там все... К примеру, там Джона, Анджелу, Дэниела... Или не спасли? Можете все заткнуться? Так мы не найдём помощь и не выберемся. У меня ещё я просто ничего в голову не лезет, кроме как оху-зеть. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? А, поэтому негр это так странно на нас смотрел. Так смешно. Господи, у меня сейчас просто синий экран в голове. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. То есть, никакой вот этой вот хуйни не было? Вот это просто охереть. У меня просто нету слов. Но я действительно не понимаю смысл того, что мы там спасли Джона, спасли Анджелу, спасли Дэниела. Правда, Тейлора не спасли, но курс изменён. Эндрю нашёл водителя автобуса, всё это время он был рядом. У-у-у-у. У меня просто нету слов. Норман такой сюжетно поворотец. Не, я ожидал то, что тут Газ распылен, и у них у всех глюки То, что С этим Темнокожим что-то не то Но чтобы так Ну все, конец Свободный Пока что Но вы можете попробовать еще раз Постараться добиться большего Стоп, а если бы мы всех спасли то Чтобы это меняло Почти все выжили Почти И вы В итоге Нашли Водителя Может теперь Он перестанет жить в прошлом Типа он прошел С этими, со всеми своими воспоминаниями Со всеми Своими вот этими переживаниями И просто попытался Хотя бы всех спасти Ну по крайней мере В своих мыслях Возможно в Тихом океане Или Арабской пустыне Или Где-то еще Открыто особо возможно Мы встретимся вновь Один раз точно До скорой встречи дедок У меня сейчас просто уже нету слов От этого сюжетного поворота Как бы сказал один человек Я просто не в аху Я в три хуя Как говорится Долго идти не пришло Чтобы найти водителя автобуса Но Я сейчас просто У меня в голове Пытается собраться Вот весь этот пазл Типа Произошел вот этот вот пожар Да Когда мы пытались спасти Танюху Но она не спаслась И мне кажется То что если бы мы спасли Мэри Она бы тоже не спаслась Хотя Хотя Мне было бы интересно посмотреть Но это скорее всего без записи Я посмотрю Можно ли было бы там Хоть кого-то спасти в этом доме Чтобы меньше было сожалению Нашего водителя автобуса Либо никого же нельзя было вообще спасти И так должно было произойти Что в итоге и произошло Но Но блин Это Вот По сравнению с предыдущей игрой Man of Madden Где там просто оказалось Типа То что Все это время были глюки Да Там легкомыслные главные персонажи Тут это Я вообще никак не мог предполагать На такой сюжетный поворот У меня сейчас просто волосы Даже на жопе дыбом стоят Я очень буду ждать следующей игры От The Dark Pictures Anthology Чтобы посмотреть Что же там еще могут принести такого Какой сюжетный поворот Может быть в следующей игре Раз тут оказалось то что Все это время Все это время Был Можно так сказать Один главный герой получается Один главный герой И это Эндрюбол Ладно я буду тогда на этом заканчивать С вами был Настя Если вам понравилось данное видео То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии И всем до скорой встречи Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok